добрый день дорогие друзья всем огромный салам алейкум из нашего на сегодня дождливого казахстана значит давайте с вами рассмотрим работу с такими абсолютно обслуживание батареями это наш барс дата выпуска 67 день 23 года батарейки абсолютно новые но вот такие параметры как видим один из процентов посоху на этой 17 процентов на этой здесь показывает 95 процентов заряда здесь 98 ну как бы на этой батарейки параметры чуть чуть получше 529 ампер пусковой ток на этой 421 ампер на этой сопротивление 656 здесь и 522 здесь перемиривать не буду до дабы не удлинять ролик замеры делал при клиенте при заказчике значит что мы видим батарейка абсолютно обсуши абсолютно просто там сахара внутри значит в чем заключается опасность опасность заключается я уже об этом неоднократно говорил что при вот таком обсыхание заходи 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 давай заходи ставь сейчас ездил в калининград чё как-то как там люди живут завяжу да опять меня смыли смылись мы смысле сбились мысли блять мои клиенты что хотел сказать что самый ответственный самый такой опасный этап это именно заливки вот таких обсушек батарей образуются окисление на пластинах от контакта с воздухом и эти окисления самые опасные которые на именно оксиде свинца вернее не оксиде а двуокиси свинца то есть на обмазки при заливке этот оксид двуокиси свинца он легко смывается и может образоваться клинышек при смыве который как раз и может легко замкнуть меж пластическое пространство и от этого батарея у нас легко и просто выходит из строя ну чтож так заливаю вот такой кружкой вот такая кружечка у меня мир смирная значит но я думаю миллилитров по 300 наверное у нас войдет так залили уже 400 и не видим берегов залито 500 берегов не видно так залито 600 появились берега то есть видим бурление так ну-ка давайте появляется бурление это не есть хорошо это признаки и того что возможно начнутся какие-то проблемы видно да сразу нужно мерить температуру так у нас 13 13 градусов 12 на баночки что так получилось у нас 600 миллилитриков каждую баночку придется лить здесь у нас 400 осталось ну чё поехали верю заливать 400 так 600 получилось сюда тоже 600 ролик удлинять не будем вам надеюсь не совсем интересно как это происходит заливка так вот опять клиенты приехали 600 сейчас 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 открою двери здравствуйте 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 ну а мы я так и понял что в другом составе в другом составе кидайте они вообще проверить но по моему скрывается крышка нет это не скрывается это не обслуживает крайне в любом случае я буду еще видеть не она снимается крышка как снимается снимать вроде стена вот обе ноги или снимая нет она ходит или бегает есть отвертка есть отвертка еще такой так вот съем крышки вы берете под свою ответственность да да вот отвертка вы наверное лучше знаете чем я давайте снимать монтажку может принести походу не снимается это не обслуживаемые батареи родные шахман родные китайские но мне придется их крайне случае их придется сверлить так запиши свой номер телефона это руслан руслан ну я ему на ватсапта доски ну показатели что у вас не задерживаются все давайте подвинуть подвинуть да я подтащу не переживайте все друзья облинять ролик не будем заливкой займусь мимо записи но чтобы вам было видно и понятно вот четыре банки мы залили заливать нам нужно очень резко стараться чтобы заливка произошла практически одновременно во всех во все банки сейчас я забью произведу заливку и мы с вами произведем тест конвей мы привезли еще батарейки шагмана южно-китайские или северо-китайские не знаю но китайский хорош неплохие батареи но как правило они работают до первого не запуска то есть обслуживание не производится пока жареный петух в жопу не клюнет клюет он правило с наступлением холодов почему-то так ну ладно друзья давайте я залью и потом затем продолжим наши художественные документальные фильмы ну что аккумулятор заправлен залит терморазгона пока не видно дадим батарейки остается как минимум четыре часа и четыре часа после заливки чтобы вода вступила в контакт стой кислотой которая есть внизу и за счет такое естественной диффузии началась не смешиваться не смешиваться 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 будет хозяин если эта батарея замкнет по итогу но я его об этом предупредил что возможно будет и такой вариант чтобы не брать ответственность на себя за то что по всей видимости этот эти аккумуляторы стоят на грейдере и работают где-то в карьере конечно в карьере работа очень опасная очень напряженная и по всей видимости водителю грейдера некогда смотреть на приборы хотя я не знаю есть у него такой прибор как вольтметр или нет скорее всего был чудовищный перезаряд поэтому батареи пришли в такое состояние ну что уж давайте так время у нас 12 часов блять 4 часа это много давайте дадим батарейкам два часа отстояться два часа и нет ни 24 неправильно посчитал давайте до трех часов дадим отстояться время у нас вот столько ровно 12 и продолжим наши экспериментальные работы на кого экспериментальной для кого просто работы но хочу показать сразу пока есть такая возможность китайские батарейки и здесь все написано по-китайски но цифры нам знакомые до 16 вольт написано до заряд производить вот смотрите до заряд производить напряжением не менее 16 вольт и током 18 ампер 16 вот плюс минус 0 1 вольт но это опять же рекомендуют производить для новых батарей как они поведут себя при работе при заряде это мы узнаем в процессе работы потому что возможно и до 16 вот она не до гребет а возможно разгонится и до 16 с половиной очень легко ну как-то так ладно не будем удлинять ролик хотя можно в принципе удлинить пока остановимся и ждем пока вот этот наш процесс макротизации закончится подойдет к финалу булечки идут только убираю камеру сразу раз булька булечки идут смешивание идет ну пусть пока продолжается друзья давайте посмотрим за динамикой роста показатели во время отстоя то есть вот прошел час буквально часов и у нас было 17 посолку 529 пусковой стала 33 721 вторая батарейка и если будет возможность сделаем это через каждый час отстоя по идее их нужно закинуть зарядный бокс у меня бокс к сожалению показания сейчас показа возможно освобожу с теми батареями я закончил работу пусть они отдышатся зарядным боксе и наверное их отправлю туда так но здесь похуже счете 20 процентов не нравится нрц 1257 было 1226 так ну-ка что-то я здесь на нрц не обратил внимание давайте глянем здесь пошло снижение нрц это не есть хорошо друзья так 1242 здесь 1275 для 75 почерк у меня конечно такой что я и сам прочитать не могу 1225 или 1215 блять больнина ну ладно 1242 31 процент ладно пусть стоят пусть стоят пусть стоят шара или пусть лежат ли пусть сидят как ты считаешь никак не считаешь ладно лежи прошел еще один час и давайте глянем на динамику если динамика будет положительная то есть параметры будут улучшаться то продолжим отстой батарейки отстоялись уже два часа если динамика будет на том же уровне на котором мы мерили час тому назад то значит пора начинать с этими батареями работу не непосредственно с зарядными устройствами так обычная 1250 небольшая но динамика есть сейчас уже 35 процентов поэтому будем отстаивать еще часок пусть произойдет естественно наполнение заполнение вот этих пересохших пластин водичкой так вторая батарейка что нам подскажет так да динамика есть было 20 сейчас 24 процента поэтому пусть батарейки стоят еще час через час сделаем замер и будем делать дальнейшие выводы запомнили до 24 35 так ну прошло еще два часа хотел через час но было отключение света работали видимо на линии и прошло два часа в принципе батарейка 4 часа отстоялась давайте посмотрим было ли продвижение улучшения параметров так 1250 нет улучшения нету 33 процента стоит на месте все на этой батарейки здесь 27 процентов было 24 в принципе все на месте стоит поэтому мы работать будем на кулончиках включаем предварительно крокодил вешаем по одному крокодилу и включаем наши клоны в сеть стрелять этот что с этим кулоном где-то с плохой контакт сейчас посмотрим давайте перейдем к настройке вот так вот основной заряд 14 так ставим теперь 30 часов 3 часов вставляем до заряд 16 вольт 5 ампер 5 ампер 5 ампер 5 ампер пока но чует мое 5 часов чует мое слабое сердце что дорабатывать нам придется все-таки на вымпивах так как батарея прокипяченая бегу опять впереди паровоза видно вам да бегу блять как этот нахуй поделюсь своим слабым предчувствием что возможно эта батарейка будет у нас разгоняться и разгоняться неплохо по напряжению окончания заряда так как она была в перезаряде и батарейку прожарили прокипятили после прожарки после кипячения такого батарейки разгоняются бывает до 17 вольт хотя батарея это гибрид у нас видно да сурма и кальций сурма и кальций так ну что время у нас 15 минут 5 17 ноября поехали экран контрастирует плохо видно вот так вот на 9 амперах погнали наши городских время 35 7 и пара дать чаду в сторону дома вот как видите друзья потихонечку света пришла на наши гаражи и вот так выглядит теперь территория но это только начало мы еще не все осветили у нас будет как вос анджелесе так так ну чтож давайте посмотрим на наших обсухаешь и как видим за два часа 25 минут напряжение дошло до 14 3 вольт но топов по-прежнему наваливает 9 ампер здесь у нас уже 14 7 итог 83 ампера по поводу установочных каких-то параметров при зарядке которые якобы идут на все аккумуляторы на все типы батареи но как видим батареи установочные параметры мы установили равнозначные батареи вроде с одной партии с шины вместе их пропарили но принимают заряд абсолютно по-разному как видим здесь пока еще 9 ампер идет уверенно здесь 8 и 3 поэтому говорить о том что все аккумуляторы одинаковые ну нету таких не могут быть такие рассуждения и не рассуждения даже утверждения поэтому так друзья ну что оставляю их на ночевку пусть кулончики работают с нашими барсятами а я прыгаю в походные тапочки и чаду в сторону дома кулоны проработали с нашими каракумами по 19 часов с лишним 19 с лишним часов и здесь вот у нас 123 ампера и напряжение это примерно стали равны 14 7 вольт на левой батареи 49 ампера здесь 14 8 4 8 ампера давайте замерим плотность в наших барсетках так плотность у нас 120 а нет 119 то же самое практически здесь 120 они 20 119 ну что продолжаем работу с нашими отжаренными марсами ну что наши барсы из сахары по-прежнему стоят на кулонах по 20 почти 27 часов кончики с ними отработали и по 156 ампер примерно ориентировочно так здесь 156 здесь 158 с половиной наша сахара приняла на грудь давайте замерим плотность что у нас получилось с обсохшими батарейками так ну путность принципе 126 до 126 есть так здесь поменьше здесь поменьше здесь 1 20 лет 24 наверно даже 124 здесь тоже 124 придется наверное делать карту плотности завтра здесь вообще 123 так ну что оставляем кулоны работать до утра значит у нас 27 часов 3 часа они по идее про должны проработать в основном заряде и плюс 4 часа у нас будет до заряд батарейки холодные батарейки не греется с этим все нормально и завтра утром сделаем утреннее обследование утренний обход и будем принимать решение что же с ними с этими борсятами делать дальше параметры ничего снимать не буду вот друзья лишний раз лишний раз хочу вам сказать что такое бежать впереди паровоза и выставлять выставлять себя блять стоумовым всезнайкой когда вот хочешь сказать наперед да вот блять она должна себя повести ни хрена подобного по идее вот эти батарейки они уже должны были завершить завершить этот цикл но раз на раз не сходится и бить себя в грудь там расписывая на бумагах что только так и никак иначе это но это пиздобольство ну с моей стороны тоже получается пиздобольство что я начал забегать вперед что батарея должна себя так повести по идее да а по факту нет вот и весь хрен до копейки ну что на сегодня рабочий день у меня а нет еще не закончился блять еще вон те дверь две штучки обслужу закину зарядный бокс и попру у дорогимого дома приехал на работу и наши каракумы стоят уже на хранении вот буферное напряжение у нас такое 13,5 вольт хранение общее время работы с этими батареями 45 часов 57 минут 46 часов грубо говоря здесь тоже самое по всей видимости основной заряд у нас так и продлился 3 часов прошел до заряд но до заряд каким напряжением он проходил мы к сожалению не видели и поэтому не знаем сейчас давайте замерим плотность и будем принимать решение что с нашими батареями делать дальше напрячь так ну плотность у нас 127 1,26 1,26 1,26 1,27 так с батареей с батареями мы работу прекращаем часть тех отложений которые образовались в результате засухи повышенным напряжением нам сейчас трогать не стоит пусть батареи отправляется в эксплуатацию владельцу скажу чтобы после нового года привез на обслуживание на дополнительное пару месяцев пусть поработают и если они придут ко мне приедут ко мне когда-либо то мы попробуем отследить их динамику как они себя ведут сдулись батареи не сдулись ну а сейчас отключаю зарядник отключаем кулончики дадим батарейки батарейкам пару часов отстояться и сделаем замеры конвейчиком посмотрим что нам дала работа что нам дало то обслуживание которое мы провели произвели с этими борсятами прошло 4 часа отстоя наши каракумы отстоялись давайте замерим сделаем замер тестером ну либо так они у меня вот он давайте перед замером все таки сделаем еще раз ориометром дренем 1,29 плотность видно 1,27 плотность так разбег есть он и будет так плотность 1,26 блять так 1,27 нет 1,28 во всех банках дабы не удлинять ролик делать не будем замеры замеры 1,27 это я буду делать по желанию клиента показывать клиенту 1,27 1,27 разбег будет разбег обязательно будет в одну две точки после того что переживает батарея но окончательные выводы можно будет делать после того как батарея отработает недельки две недельки две месяца два надеюсь эти батарейки ко мне еще прибудут еще попадут потому что это постоянные мои клиенты и возможно я с ними встречусь вы не знаю но я встречусь с ними скорее всего точно так видим вот такой показатель 85 процентов по суху 1154 ампера пусковой ток 239 миллиома сопротивление и напряжение 1329 давайте вторую батарейку замерим так я сейчас сделаю сегодня эту батарейку забирать не будут ее заберут завтра после обеда и я сейчас сделаю еще один до заряд по постараюсь приподнять плотность еще хотя бы на одну точку ну в ролике это включать уже не буду друзья и сейчас попробую объяснить почему ну ну здесь у нас 75 процентов так это у нас батарейка которая была более отстающие 11 18 здесь 17 1084 амперчик а пусковой ток 254 сопротивление 1328 мрц мрц за 4 часа от стоя нам подсказывает что стратификация у нас еще есть сделаю сейчас один вот нет сегодня у меня два не получится один до заряд еще сделаю попробую разогнать эту батарейку по полной почему не буду дописывать окончание ролика потому что не хочу друзья честно говоря ну такое вот наверное человек многие пишут да хули ты не обращай внимание но сегодня прочитал комментарий один из комментариев в котором откровенно человек высказал свою позицию по отношению к моему каналу отличный канал все интересно но блять я ставлю лайки только тогда когда я хочу чтобы этот ролик я нашел я никому я же не выпрашиваю ни у кого лайки ни у кого не выпрашиваю подписку не делаю это для того чтобы у меня были настоящие подписчики без всяких заманух которые пришли только из-за того что на этом канале контент верный верный то есть без пурги без всяких вымыслов я тоже гуляю по просторам ютуба и иногда нарываясь на такой контент от которого блять все мои волосы даже под мышками блять встают дымом и при всем при этом там десятитысячные просмотры блять сто тысячные подписчики не знаю как но друзья вот след за этим роликом выйдет еще два ролика которые я практически подготовил осталось их смонтировать и на этом я буду делать перерыв перерыв подожду пока мой подписчик созреет для того чтобы оценить мою работу и количество подписчиков будет более менее достойное возможно подожду пока хотя бы 15 тысяч не будет на моем канале а так вот просто вся моя работа как бы уходит в космос да я тоже человек самолюбивый как и каждый из вас кто смотрит вот это вот данное видео и каждый человек как бы он не был бескорыстен он все таки надеется на какую-то оценку а когда тебе говорят что блять ну я да посмотрел ролик хороший ну у меня блять палец отсохнет нажать на кнопку и поставить лайк для продвижения канала да я хочу чтобы у меня канал продвигался чтобы у меня тоже были подписчики но но буду ждать буду ждать пока мой подписчик вырастет и станет готов к моему контенту посмотрели и забыли да я не всегда прав некоторые моменты я упускаю некоторые моменты в некоторых моментах делаю оговорки оговариваюсь потому что кроме того что я записываю ролика ролики у меня еще и работа у меня клиенты целый день люди всем надо объяснять пояснять рассказывать стараюсь это делать внятно доступным языком каждый клиент который забирает у меня батарейки он подъезжает кроме всего прочего на диагностику ну по крайней мере почти каждый некоторые не подъезжают просто но это дело как говорится колхоз дело добровольное но каждому клиенту я об этом говорю и вот поэтому друзья сделаю перерыв сделаю перерыв подожду посмотрю посмотрю есть ли интерес к моему каналу или нет стоит ли этим делом заниматься дальше но вот этот комментарий он был как бы решающий каплей в копилку всего говна которое иногда пишут ну в принципе контент я люблю снимать и контент надо подумать может перейти на тикток блять снимать какие-то тупорылые угары блять и собирать лайки и подписчиков не не вынимая как говорится палец изо рта блять ну приехали опять клиенты ко мне поэтому здравствуйте здравствуйте потому что на этом непонятно здесь два же стоят а на том он почему-то вечно мокрый и минусовая крема прямо вот так покрывается ну вы вы привезите батарейки у вас здесь две стоит да я могу по очереди на одном то надо ездить нет вам желательно привезти обе нет нет я смысле допустим с одной машины сначала пока на второй ездить конечно 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 но если у вас две стоит я хочу увидеть именно обе батарейки вместе потому что я могу забыть если вы по одной будете привозить такие данные у меня покупать новые может эти вы привезите да и мы уже определимся наверное уже во вторник да у меня выходной но я как правило после обеда выхожу завтра посмотрю возможно с утра если получится записаться на прием я может в больнице буду но как выгребу ну после обеда телефон запишите да запишите на двери телефон если что звонить ну примерно на этом мое выступление будем считать законченным всем друзьям всем моим соратникам всем людям которые поддерживают канал не только лайками несколько человек поддерживают материально оказывают поддержку в частности в частности благодаря им взносом была закуплена камера новая камера я очень очень им благодарен стараюсь всегда откликаться на на комментарии хотя откликаюсь практически стараюсь откликаться на все комментарии которые я вижу но на некоторые комментарии не отвечаю потому что у меня нет ответов если нет ответа значит я этот комментарий пропускаю что друзья всем добра здоровья удачи ждите два ролика и так же как эти батарейки я ухожу пока в отстой всем пока берегите свои батарейки удачи и в и и и и Продолжение следует...